Встреча губернатора региона Юрия Шулейко с генеральным консулом России в городе Бресте Олегом Мурашевым получилась достаточно конкретной и предметной. Участие в диалоге также принял председатель горосполкома Александр Рогачук. Открывая мероприятие, руководитель области отметил, что ему весьма важно быть лично знакомым с представителями дипломатических миссий. Это позволяет решать многие насущные вопросы более оперативно и эффективно. Брестская область осуществляет внешнеторговое сотрудничество с семью-десятью семью регионами Российской Федерации. Но есть что предложить и потенциальным новым партнерам. Торгово-экономические отношения у нас, наверное, абсолютно понятные, прозрачные. Брестская область – это держава мяса, молока, продуктов питания объективно. Остальных элементов, что мы сегодня поставляем, различные виды продукции, машиностроения, там непосредственно текстильное, швейное развитие, многофункциональное направление непосредственно. В свою очередь Олег Мурашев поблагодарил губернатора за то, что появилась такая возможность для личного общения. Тем более, что этот диалог предваряет работу по подготовке девятого форума регионов. Уже фактически началась подготовка к девятому форуму регионов России и Беларуси, который в этом году запланирован к проведению в городе Гродно в июне месяце. Поэтому, конечно, я смотрю с оптимизмом на развитие этих межрегиональных связей, тем более, что потенциал Республики Беларусь, предприятий знаковых, достаточно высокий. Брестская область в 2021 году нарастила экспорт в регионы России на 17%, и это взаимодействие, причем в обоюдном формате, будет продолжено. Кроме того, генерального консула заинтересовала идея участия оркестров России в Большом параде, который запланирован на 2023 год. В этом направлении он также приложит максимум усилий. Идея очень хорошая, и я ее поддержал, и мы будем делать все возможное, чтобы как можно больше оркестров из Российской Федерации приехали в Брест и приняли участие в этом знаменательном событии и фестивале. Начало большому общению положено. В перспективе оно должно воплотиться в реализацию совместных, важных и актуальных проектов в различных сферах. Продолжение следует...